12 сентября день александра невского почитается память александра невского день перенесения его мощи его считают заступником русской земли памяти потомков навсегда останутся битвы в которых он одержал победу невская битва и ледовое побоище сама же история данного праздника начинается 17 века когда петр первый решил перевести мощи князя александра из владимира в санкт-петербург полагая что данная реликвия будет защищать новую столицу от врагов сегодня старались накрыть богатый стол и устроить пир поэтому этот день называли свытник или сытника как правило обязательно готовили ячменную кашу на молоке а также подавали на стол хлеб выпечены из зерна нового урожая совершали специальный обряд который гарантировал плодородный год для этого завивали в одну косу ячменные стебли вместе с ляными и овсяными и произносили заговор приметы если птицы сегодня высоко кружат и не желает улетать осень будет теплой и продолжительной если сегодня теплый ясный вечер это хорошему урожаю будущем году если ли хоть и пожелтел но отпадает слабо морозы наступят не скоро какие у вас еще вопросы так ну что вопросы так как держать себя в тонусе но я лично летом потому что актер должен быть физически здоровым не только иметь талант чтобы иммунизовать надо физически здоровым да да весь спектакль играть это 2-3 часа иногда бывает и по 7 часов что я например летом бегаю плаваю волгу кстати переплываю туда и обратно за 15 минут 26 секунд но для любителей результат хороший учитывая что олимпийский чемпион вадим сальников полтора километра чуть меньше 15 минут а я за 19 26 километров четыреста больше но учитывая что я любитель это учитывая возраст да это хорошо да летом стараюсь ну зимой стараюсь больше двигаться гантели когда есть время там гимнастику на тренажерах вот так по лестнице на 10 этаж всегда пешком вниз всегда пешком это хорошо это великолепная нагрузка ну что еще питаться я питаюсь как обычно все питание что вы посоветуете я бы посоветовал еще проросшее зерно добавлять потому что проросшее зерно как раз вот на одной из передач на голове она дает витамины группы D которые способствуют усвоению того же кальция потому что мы думаем что мы съели там вот этот вот кальций там и сота что он усвоится на самом деле чтобы он усвоился нужны и витамины группы D нужен как мы говорили и кремний чтоб все это взялось если только один кальций он был знаете как в чайнике нахлепо образовывать на наших сердцах все он становится не усвоен и кстати давайте попробуем что у нас с вами получилось будем его выкладывать или отсюда будем выкладывать ну я что вы попозже любите выкладывать можете туда себе хорошо хорошо я попробую себе вот у меня есть маленькая ну в принципе готово можно еще подержать мне кажется ну смотри чтобы она еще потушилась хорошо я вижу вот она тут с подливкой как раз будет стимулировать выделение желудочно-кишечных соков и сама вот эта клетчатка она становится не грубая а мягкая будет способствовать тому что пищеварение будет великолепно и если страдаете запором то все исчезнет кстати запоры возникают еще и потому что у человека мало биологически активного кальция ну как или еще немножко мне кажется готово мне так нравится действительно получилась вкусная хрустящая капуста впрочем приятно есть да и верьте быстро вот буквально 10 минут она кипела в воде и потом 5 минут еще со сметаной чтобы она прокиталась все вот ну буквально 15 минут ну и там порезать 5 минут это максимум вот капусту то есть быстро и удобно и вкусно и питательно и витаминов кстати я в интернете читал очень много витаминов в капусте очень много я бы сказал среди овощей наверное ну одна из самых-самых где много витаминов по доступности по простоте приготовления да да и по микроэлементам состава витаминовый состав это блюдо можно сказать ну в части первых так что если вы знаете толк в кухне особенно целебные кулинари обязательно воспользуйтесь советом Владимира Сергеевича и моими наполняниями bird доброго доброго с готовки с готовки наша певная домашнее блюдо и приятного аппетита мы ее назвали когда я снимался передачи Звонужин писала мамина капуста меня это название нравится с итак мамина капуста от Владимира Сергеевича Фербякова доброго вам здоровья и приятного аппетита Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал И способствует его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахов Про Доброго здоровья И до новых встреч